Как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Я на тематику мультикультурализма о Беларуси. Чем это разрушить, чем вы думаете, и на историю, и на современное общество Беларуси. В принципе, на самой справе начал раздуматься только, когда я дыхтовался до сегодняшней встречи, и я уже повинен сказать, что у меня нет отказа такого готового, а я рад буду с вами подискутывать. Я думаю, если взять по-ангельски, по-немецки, то это просто, с одного боку, мы говорим про мультикультурное громадство, просто как дискрипция, как вопись того, что мы имеем дочинение с громадством, у которого есть некая форма разностайности, культурная. Мне больше цикал нормативный аспект, и тут на самой справе я бы дефиницию мультикультурализма взял очень узко. У англо-саксонского центра есть философское питание и дискуссия, и она связана с тем, что треба дать группам, которые себя дефинируют в своем баченном иначе, чем большинство, и треба им дать некие додатковые травы, скажем, как они себя нашли в романстве в целом. Я супер от такого, скажем, романтичного бачения, что у Городни завжды было файно и прихожа, потому что тут шмат было разных народов, и они завжды тут супер друг с другом жили, худше этого не было, але был некий вопыт, скажем, историчного суместного життя, худше за все доброй плыкотой являли и, скажем, христиане, у целом, все так само татары, такого суместного життя побач, да, каждый жил в своем неком свете, были такие пункты, как, например, рынок Си, ну, особо рынок, где эти, ну, где были, скажем, некие сустречи у нормалевым пьяням. Я с Усим недавно научился, что у местечка, конечно же, славяне так само ведали гидыш, потому что, так как, скажем, у Вильнии зараз люди еще ведают и польскую мову, скажем, местовую вось. И, когда мы говорим про 19-е стоводие, это еще так, скажем, можно сказать, что в неполитичном сенте это не проблема говорить про мультикультурализм ну, в таким сенте, что было максимально, скажем, особо у вёсках ладить свое життя. Можно сказать так, верьми огульно, и тут будут меня критиковать, скоро, можно верьми огульно сказать, что проблемы начались только, когда уже шли народные рухи, народные, те национальные рухи. И проблема там была у тем, что подшелась, скажем, что это идеология, как раз, как объединять группу социальную по этничным, скажем, признакам. Пригметам. 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 А есть целью, а есть целью это заучить с окресленной территорией. И тут почались проблемы, что с одного боку треба было вырешиваться, например, тем людям, які жили у вёс, які себе лечили просто христианами, ну, особливо католиками, там, православными, тирани, унятами. Пришел, скажем, у другой полови 19-го столоводия, у этом регионе верьми поздно, пришел момент, калитрово было у неким сенси вырешиваться. Мне у своих низей было верьми важно, скажем, не працовать только на межвоенном периоде, и только на военном периоде, а спробовать это разом робиться после военном периоде. Может, это было трошки широковато отрывается, але верьми кратко о том, что про советский час, и мы, скажем, скончаемся на фестивале культурта. И верьми цикало, что относительно у моей концепции книги, то в основном уявленные про этничность и про национальность углородней изменилось после войны у дочинения с миграцией войскового населенства в город, да? Это дало и плюс индустриализация так самого родника, которая почалась 50-х годов тому, коли уже азот працавал. И верьми, скажем, то, что мы знаем сегодня, это верьми советское. Верьми часто я разговаривал с молодыми такими людьми, и я, ну, я там, коли не нужно, там выпили, ребят, но пили в два, скажем, то я часто, например, стараюсь не запытаться, ну, я, например, лично, что без сенсу, ну, почать размову, там, кто, кто вы, ну, скажите, кто вы, но верьми часто я был, я был удивлен, что люди кажут, навык, коли я так не запытался, так, а кажут, что я на одну четверть поляк, или я на три четвертые, там, безорусс, или я на одну четвертую еврей, там, да, оказывается, и откуда это берется? Это берется с паспортного режима, да, советского, где была категория, якая, седьмая, да? Графа, якая, якая, пятая, да, пятая графа, национальность, и, сразумево, что у каждого повинна быть национальность, причем повинна быть национальность одна, и коли, например, нарожается дитё, треба выбирать из этих одну, и таким чином отремливается, что мы ведаем, кто были наши деды, но мне было цикаво, угородно, что большинство, скажем, такой сведомости, кто я, огромная большинство этой сведомости, как раз в связи с этим паспортным режимом советским, да? В советские часы же начинается флокализация национальных культур, да? Уводины вот у всего того, что мы имеем сегодняшний фестиваль междунациональных культур, это есть особливо переносятся деревенские некие элементы, какие лично, что они имеют точнение до этничного, скажем, корня данной группы, и они уже переносятся в город, и там вот таким уже советским ракурсом культивируются, да, в фестивале, в кружке, в школах, и, ну, я бы называл флокализацией, флокализацией как раз процесс перехода у города этих традиций, и я бы сказал, что то, что мы заразмаем на фестивале этих межрациональных культур, это не вёска, а это уже есть город, это есть, скажем, постсоветский город, это уже есть городские традиции, и, сразумево, что они новые, и что они не шматное дочинение, скажем, с уявленем о пра-беларусах, ци-украинцах, ци-ненцах до другой сусветной войны, ци, что дали в 19-м столоте. И тут время цикало для меня, что я был время ураженный, когда я подчас этого фестивалю, вот, помните, там всегда начинается демонстрация, есть такой момент, когда все идут в такой першамайской колумбе. Я просто не мог поверить, что там есть белорусская, ну, что там, скажем, оркестра, там, пожарная, пожарная Ленинского района, не ведаю, что она там начинается, есть, ну, и, что я хочу сказать, что у тем лику это отличается белорусской оптице, белорусской группы, она на фестивале национальных культур мая абсолютно такие же статусы, как у Сея Пошли, это великий цикавый момент, что официально, и она повинна, и она мая некую мягчимость, скажем, как раз в таком фольклористическом ракурсе, и она там, ей место там есть, и проблема начинается завжды тогда, когда такая группа, например, белорусская, например, польская, да, когда она начинает некое политическое, высовывать некое политическое потребование, да, пока люди таншат, спевают, и вопроткой занимаются, и харчеванием, с водкой, тебе, то это все окей, али кали уже, и она на самом деле, на базе своей групповой идентичности начинает высовывать политические потребования, например, на конд школы, да, на конд мовы, на конд газеты, на конд, скажем, самокирования у неких громадских организаций, тогда начинаются проблемы, да, политико-терроризм, это кали у этих группов есть на самом деле правы, политические правы, и тут, тут как раз, тут справа, и тут циклова как раз белорусский выпадок, да, что в принципе так отрывается, что с белорусской, с белорусскостью, с группой белорусов отрывается всеми подобным, да, и что в неком сенсии, ну, да, чтобы уже так под конец все-таки дать трошки больше провокацийное, то чашко-модико-терроризм, это называется affirmative action, да, я дам бедным, бедным, бедным мигрантам, особенно тем из Африки, мы им дам специальную мощность, и мы им даже дам трошки больше, чем иншим, как они развиваются, и я бы сказал, что отражение, да, особливо после 91-го года, вот отражение и те годы у белорусскости, когда были инши ставлены, и у тымлику до белорусской мовы, и инших аспектов, это можно в неком сенсии разглядать, как affirmative action, у относина до этой группы, потому что, когда это подшилось, в поздных 80-х годах, разумело, что в той час, скажем, этносци, этничная группа белорусов, про якие марили, скажем, на початку 20-го стаборта, и оно уже сильно менялось, да, и уже в той час, например, шмат этого грамотства, якое перешло из вёстки у город, уже было, например, не было в том, в той час, и, насколько я сразумел, и так отрывается дивным чином, что и сегодня, не глядясь на то, что офицерами моим двумовым державам, то всё-таки, на мой погляд, то белорусская, белорусская мовная культура, и белорусская, да, белорусская мовная культура, она моя некое такое дивным чином, так отрывается, что она моя статус меньшинсти, и причем абсолютно подобное, и я это сразумел, когда я працавал у Голоса знадневно, что было время цикава, что это был таки час, когда в Абагасково, когда был некий митинг, в Абагасково белорусы шли к полякам и на дворок, скажем, и, ну, сразумел, что Патчопот сидел тогда еще за то, что он ранее працавал у Павони, да, и потом он пришел, и я, скажем, працавая как раз у Голоса знадневно, я разумел, почему, почему это, скажем, эти справа излучшены, почему, скажем, питание, как и лез у польской меньшинсти, якая, скажем, на сегодняшний день у Городни не такая, ну, она огромная, если думать, что они колли стоки поляков, у Городни не было, али и правы, скажем, политичные, конечно, обмежеванные, и, ну, мне было дикаво, ну, тезис таки, что статус белорусского, який из себя идентифицирую как раз как раз белорусскую мову, у них вернее подобное на сегодняшний день. Может, я на этом и закончиваю. ну, думка такая, что мультикультурализм в такой ситуации может, маяссенс, и особливо, когда мы это берем, как такую модель, какую можно и перенести для удачнения до самых белорусов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...